Впечатление, что... Впечатление, что... Я не знаю, Илья, такое впечатление, что какие-то... Но я бы не сказала, что это совсем деревья, но симбиоз какой-то. Я сразу вообще думала, что мы люди, но сейчас я начинаю присматриваться к нашим телам, они такое впечатление, что не кожа вот сверху, а кора какая-то. Во всяком случае, вот такие вот наросты такие, ну вот как кора, действительно. Разумный именно растительный мир. Не животные разумные, а растительный мир. Да, кочки были живые. Там всё плавало. Это была не вода и не болото. Там всё в этом плавало. Это был насыщенный раствор какой-то. Он был питательный, он был как энергетический, ну как подпитывались в нём. Как вот деревья растут, почва и всё-всё-всё. Ну это был как супчик какой-то, питательный раствор, скажем так. Да, корнями из него, поэтому там, ну это условно сказать, корни, ну да, корни, не присоски, я проверила. Там все как жили в этом. Не очень глубоко, скажем, было, ну как все в таких, ну болото, если можно так сказать, жили. Я пытаюсь настроиться, была ли там какая-нибудь другая форма жизни, кроме растительной, разумной, скажем так, или хотя бы условно разумной на уровне животных. Может, что я там вообще ничего не вижу из такого. Люди, животные, только растительный мир. Что хоть там не так, да? Вроде бы идиллия. Цветочки. Да. Да. Как души могли приходить в связку с растительным миром? Это было неправильно. Там искусственным образом не было живой жизни. Я не знаю, как это создание выглядело до того, как приняла, что за это наша, как её зовут, Гретта. Я его вижу как большого, огромного, вот тот, что в Буратино разговаривал, как он называется, кузнечик, да? Насекомое я вижу, богомол, кузнечик, что-то просто огромное. Не, оно сидело в каком-то другом теле, а потом переселилось в тело насекомого. Как форма жизни более естественная и более гармоничная. Как то, что не портит природу так, как люди портят. Людей как переселили в какие-то, ну не людей именно, а души, сознание переселили в какую-то форму жизни, как деревья, там цветы, кусты, вот эти пятнашки, которые Дима увидел. А оно само, вот это сознание, переселилось в единственное полуживое существо, которое вот как на уровне огромного чего-то. Ну, возможно, это просто восприятие, потому что весь мир, я вначале и нас людьми увидела, пока присмотрелось, что мы не люди. Или это нельзя сказать, что это полностью как деревья. Все-таки, если присмотреться более и более внимательно, кажется, что это, знаешь, как вот русалки, по-украински там авки. Не знаю, как это в русском фольклоре звучит. Вот вроде дерево, но если присматриваешься, внутри этого дерева есть какая-то вот как душа, как контур человеческий есть. Да, 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 я смотрю на тонкие поля, и там я вижу именно как человеческую структуру. Да, когда-то вот эти, что сейчас, ну, что потом стали деревья, были людьми. Поэтому я и на того, что что-то огромное одно, которое имеет живую форму, я на него смотрю, оно тоже было как человеком. Я вижу его, ну, да, да, у него был другой образ изначально, но он один, и он огромный. Спасибо. 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 Одушевлённое сделать неудушевлённым. Душу в чём-то таком, что изначально как не предусмотрено, да? Да. Правильно, я смотрю. Некоторые растения просто пустые растения, а некоторые имеют эфирные тела. Но это возвращение вообще в какое-то извращение. Это деградация души полная. Физическое тело наполняет души, скажем так, ну, идёт набор. Да, а там душа наполняет дерево, что это, да. Разрешение. Да уж. Да, в каждой вселенной это ещё ерунда. То, что было во вселенной, это ерунда. А вот после смерти начинался трэш. Сколько мы такого уже видели. Что вроде, фух, померли. Вот хорошо-то померли. Ага. Слушай, там реально шло. Я смотрю по свечению, скажем так. Если вначале ярко души горели, то под конец они еле-еле, как в дупле там что-то еле-еле светилось. То есть даже... Да. Ничем не занимались, ничего не делали. Что должны делать деревья? Вообще ничего не должны делать. Но в то же время... Да, они просто росли, они не засоряли почву, планету не засоряли. Там были какие-то здания поросшие. Я сейчас на ту планету рассматриваю дальше. Вот болото, болото, болото. Были какие-то участки, как не всегда болото. И там какие-то белые, как кости огромных животных валяются. И вот какие-то белые, как дома, строения. Прикольные дома, они по типу арочных. Арки, арки, арки. То есть пустые строения еще остались, которые практически уже поросли какими-то там лианами, какими-то там хом чем-то еще. Но видно, что признаки человеческой жизни есть. Но это не юрты, это что-то красивое очень. Там целые такие амфилады, там арочные что-то здания. Там классно. Но вот такого, да, вот такого. М-м-м. Люди ничего не хотели делать абсолютно. Они жили только за счет магии. Это как главная причина спора была. И то, что людей возвратили на уровень живых деревьев, скажем, на уровень деревьев. Вот если как бурьян живешь, ничего не делаешь, то ну и будь бурьяном. Но в бурьян-то сложно засунуть душу. Дерево все-таки больше структуры. Правильно? Вот во что-то большое можно было вот всунуть структурку души. Угу. Да. То есть я понимаю, это наказание людям за то, что они совершенно нифига не делали? А так он их так наказал? Общее энергетическое поле, общее магическое поле. Достаточно, ну как, зафиксировано какое-то количество магии вокруг. Люди постоянно его использовали. Эту магическую энергию они постоянно вытаскивали. Они вообще нифига не делали. Никто там, да, никто там даже не пытался что-то сеять или какую-то там делать мебель, но вообще ничего. Там вот щелк, щелк и магия. И поэтому как начал истощаться слой магический. Да, чрезмерное потребление, абсолютное потребление только магии. Никто ничего не делал, никто не пытался там вырастить какую-то яблоню или вырасти хлеб, рожь, неважно, сделать что-либо. Там абсолютно полное, скажем так, ну, все именно делалось, дома строились, все делалось посредством магии. Климат менялся посредством магии. Вот кто что хотел, тот себе и делал магии. Кроме этого, там была какая-то магическая консервация. Я не знаю, что за магическая консервация тел. Как это может быть? А тело как консервировано, да, не разрушается. Да, это... Да, Илья, там шло противостояние за счет того, ну, за магические какие-то ресурсы. Знаешь, та планета, не вся Вселенная, даже планета, как огромным таким, огромным-огромным куполом накрыта. Там была концентрация магической энергии во много раз больше, чем во всей Вселенной. Вселенная сама по себе была магическими законами, обладала. Но вот на уровне той планеты это не кон. Вот это большое, которое я увидела. Да, да, и он как держал, да, он как поле какое-то держал вокруг. Понятно, что там не было никакого купола, он как поле какое-то держал. И вот использование, чрезмерное использование магии и то, что людей становилось больше, и никто не умирал, потому что все себе магичили длинные жизни. Никто, никаким образом, просто шло, как выхолостили эту планету, этот кристалл выхолостили. исчерпали, да. Да, кто-то один начал отключать людей. Извести их было невозможно, чтобы умереть было невозможно, и воевать им не было нужды, нафига им воевать. голода там не было, нужно было всех разом отключить от этого магического воздействия. Но при этом, если бы был разрушен кристалл, тот, который в планете, который это все держал, ну тогда пользы бы никакой не было, да, всем бы было плохо. А нужно, чтобы все как были нейтрализованы, одному было хорошо. В какое-то, в какое-то, знаешь, одно мгновение, вот это не происходило там в течение нескольких лет, а это все произошло в одно мгновение, как на всю планету наложил какую-то порчу, как вот заклятие, да, вот на всю планету абсолютно. Собрал какое-то большое количество вот этой силы, как потом, знаешь, ну условно говоря, осталось какое-то минимальное количество одному выжить там пять лет, пока восстановится вот это все там, пять, неважно сколько лет, пока восстановится магический запас вокруг планеты. Но он как почти потушил ядро вот этим одним всплеском, но тем не менее сделал, но это мужчина сделал. Это не женщина, на удивление. Да вот пока смотрю. Да, он как, знаешь, такое впечатление, это не то, что секта, но вот какой-то проповедник был. Он долгое время ходил и рассказывал, что нужно что-то самим делать, нельзя только магией, нужно, нужно, и его все, ну ты что, дурак, что нужно делать, нифига не нужно делать, щелк и есть. Да. Я вижу, что мужчина какой-то. пока не вижу, я пока не чувствую, я чувствую присутствие тебя, я чувствую присутствие себя, я пока не синхронизировалась. Этот человек ходил, объяснял. Этот человек много ходил, объяснял. Он всем говорил, с него все, как, знаешь, да, иди ты, да, вот, никто его всерьез не воспринимал, как потешались над ним, пока ему это все надоело, и он решил отомстить. Я, это не ты, не чувствую там тебя, он злобный очень. Он обозленный, он мучил, его никто не слушал, он обозлился на всех, и злобный порчу на всех полностью наклал так, наложил так. Это не ты. Два маленькие-маленькие деревца, или молодые совсем, кожа такая, ну, кора в смысле такая, знаешь, не как у старого дерева, а как совсем молодая, то есть где-то там на уровне подростков или на уровне детей были, наверное, да. А он, что интересно, длительное время ходил, и у него вообще никого из последователей не было, ни одного человека. Никого он в свои ряды не вернул. Не то, что у него идея была плохая, наверное, он сам по себе хорошую идею плохой человек может испоганить. Наверное, сам по себе был достаточно таким злобным, и никто его не воспринимал нормально. Не знаю. Когда щелки, красивое-красивое все. слишком много потребляли из этого кристалла, слишком много энергии вытаскивали. Да, это так. планета перенаселена была больше, чем обычно там жила в несколько раз. Но зато потом зеленая-зеленая стала. Как только болото и только леса. Да. и кристалл изменил, икона изменил. Я вижу два. Ну, и там, и там поставил какое-то изменение. я пока смотрю, каким образом мы до этого кристалла могли корнями дотянуться. как раскололся кристалл. Он один остался вообще никого, да? Прошло время, скорее помер. потому что вижу просто как реально как кости. Пустая планета темнится для миллионов или тысяч душ. Планета, кстати, намного меньше, чем Земля. Как в четыре раза меньше. Небольшая. И территория небольшая, и планетка небольшая. Да, даже больше, чем в четыре раза. М? Ну, в принципе, ну, в принципе, да. он почему-то треснул. После того, как он вытащил из него всю энергию, чтобы в один момент на людей порчу наложить, кристалл треснул. Он переоценил свои силы. Поэтому и он со временем как помер. Треснутый Да, он их изменил и в тот момент, как потянул всю силу, которую мог, и кристалл как напополам треснул. Он разрушенный был. Да. Он в принципе жизни поменял. Он все иконы той планеты или той Вселенной. Там были люди и должны были оставаться людьми. А он взял на себя функцию икона, он переделал людей, абсолютно переделал. Не то, что он там им лишние руки или ноги прицепил, он их в другой, в растительный мир опустил. Это, ну, как растительный мир, он присутствует, но он где-то намного ниже, а это уровень высокий. Да, да, да. Он начал отрезкаться, поэтому я увидела кона в виде какого-то кузнечика. Это не значит, что он стал кузнечиком. Это значит, что начались меняться, пошли трансформации настолько, что она начала проседать пониже, опускаться пониже. и кон той Вселенной уже не мог держать функцию человека, не мог держать форму человека. Он как провалился намного глубже. В соответствии с жителями, скажем так, да, в насекомых начал проваливаться. Это начал полсорок орёжить, потому что Вселенная начала проваливаться, все остальные тоже начали тесниться. Чем дольше оставаться на месте и чем дольше не двигаться абсолютно. Всё равно там, ну, даже и пересаженные в деревья, они могли двигаться и могли общаться между собой, те люди, которые были, ну, скажем так, посажены в эти темницы внутри дерева. А если совершенно не двигаться, совершенно не общаться и принять на себя все функции растения, все функции дерева, тогда можно было становиться растением, отрастать корни и не ходить, не прыгать по болоту, не плавать по болоту, как тогда, помнишь, мы видели в начале, Димка, как вот эти вот пятнашки прыгали, а нужно было остаться на месте, чтобы корнями сплестись и опуститься на какую-то глубину достаточную, чтобы как корнями оплести вот этот кристалл. Как, ну, несколько сотен лет, очень долго, потому что все равно душа оставалась на уровне души, она не тратила полностью весь свой, скажем, заряд за один день, там, или за потенциал, или за 20 дней, да, а нужно было растратить потенциал души, и нужно было оставаться на месте, чтобы полностью стать деревом, ну, растениями, чтобы корни были настолько глубоки, как на несколько километров, чтобы уходили вниз, на много километров, чтобы уходили вниз, чтобы можно было корнями сплестись и плестись вокруг этого, ну, кристалла, и чтобы он, как, соединить его в кучу. Да, сделать часть у себя. просто к этому кристаллу росли, и все. Абсолютно никакого общения, абсолютно даже на том уровне, на котором растения между собой общались, абсолютно уйти от всего для того, чтобы полностью стать растением, чтобы отрастить, ну, не тратить энергию на все остальное, только корни. Антеннами пропустив через себя силу, энергию целого кристалла, когда соединили его, наполнился снова этот магический купол или, как сказать, магический слой, и тогда даже деревья смогли на каком-то уровне работать с магией. Магия же не была разрушена. Да, восстановили. Да, но только мы сгорели. Древесина быстро горит, а заряд, а заряд был очень мощный. но сгорели. Нас просто очень-очень далеко потом перебросило куда-то, Илья. Мы, как вроде бы, знаешь, вот как разряд молнии получили от того кристалла. Мы сгорели, но нас вынесло так, что так бы не выдержали. криво. Спасибо. Продолжение следует... ... К安. К ам. !... К ам. К ам. К ап.